Действительно ли сегодня современный человек использует не больше 10% мозга? Ложь, это неправда. Мозг человека постоянно находится в рабочем состоянии. Я бы не сказал, что он всегда работает на все 100, но если вы прикладываете больше усилий, производительность мозга увеличивается. В нашу жизнь постепенно входит искусственный интеллект. В будущем эта технология сможет конкурировать с человеческим мозгом? Искусственный интеллект — это чудо. Это еще одна вещь, которая войдет в список тех, что облегчает нашу жизнь. Здравствуйте, это программа «Евразия дословно». Меня зовут Кирилл Потемкин и мой собеседник Ричард Краховяк. Нейробиолог, почетный профессор Института неврологии Лондонского университетского колледжа. Здравствуйте, Ричард. Хэллоу. Хэллоу. На протяжении всей жизни вы занимаетесь исследованиями возможностей мозга. Расскажите, пожалуйста, о последних достижениях в нейробиологии. Что сегодня можно назвать прорывом? Здравствуйте, спасибо за приглашение на интервью. Я впервые в Казахстане. Прекрасная страна. Мне кажется, что самые важные вещи, которые происходят прямо сейчас, это введение информатизированных систем, системы управления данными и использования компьютерной инженерии. Это позволяет нам взглянуть на мозг совершенно иной стороны. Не как на машину в черном ящике, которая существует сама по себе, а на нечто взаимодействующее с другими людьми, распознающее эмоции и чувства. Что-то, что создает наше восприятие реальности. Такие работы и наблюдения проводятся на микроуровне. Мы исследуем компоненты клеток, молекулы, мембраны клеток. Это помогает понять, как люди психологически взаимодействуют. К примеру, как я интерпретирую ваши движения головой, чтобы понимать не только слова, но и эмоции. Что бы я сейчас назвал самым потрясающим прорывом? Пожалуй, работу прошлогоднего призера Нобелевской премии Сванте Пабло. Он исследовал крошечный кусочек генетической материи, не ДНК. Этот кусочек в разы меньше, из костей и зубов древнего человека. Им от 5 до 10 тысяч лет. И по нему можно определить происхождение того человека, откуда он, сколько ему было лет. Это позволило узнать больше о том времени. Ваши исследования мозга должны помочь понимать механизмы, которые лежат в основе многих болезней, таких как деменция, болезнь Паркинсона и психические расстройства. Как далеко вы продвинулись в этой работе? Когда я только начинал свою карьеру, 40 лет назад, койки в отделении неврологии были переполнены пациентами с рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона и прочими заболеваниями. Сейчас же, 40 лет спустя, мы используем амбулаторное лечение для диагностирования, выявления и лечения рассеянного склероза. И теперь людей с этим диагнозом на больничных койках стало меньше. Мы лечим болезнь Паркинсона препаратами и хирургией и продлеваем жизнь. Ту, в которой пациент может функционировать на 10, а то и на все 20 лет. Эти изменения случились благодаря тому, что открытия в области нейробиологии были применены в неврологии. Мы внезапно осознали, что нельзя только лишь искать способы лечения деменции. Деменция — это симптом. Это означает, что по мере старения люди потихоньку теряют рассудок. Но мы знаем огромное количество причин появления деменции, одной из которых является болезнь Альцгеймера. Достаточно взглянуть на историю боксера Мохаммеда Али, которого огромное количество раз били по голове. По этой причине у него позже и развелась болезнь Паркинсона. Травмы, яды, химикаты, биологические материалы, вирусы — все, что на данный момент мы можем найти или увидеть, тоже могут стать причиной возникновения болезни. Вы как-то сказали в интервью, что слабоумие — это чума человечества. Что делать, чтобы этого избежать? Что посоветуете? Очень интересный вопрос и очень тяжелый ответ. Почему мы так часто сталкиваемся с деменцией? Почему я называю это чумой? Потому что мы стали жить дольше. Во времена, когда я ходил в медшколу, средняя продолжительность жизни мужчины составляла 65 лет. И 68 или 69 у женщины. Сейчас же цифры возросли до 89 и 91. Естественно, это только в определенных странах. Однако в мире очень много стран, в которых улучшается качество жизни, еды и медицины. Думаю, Казахстан входит в число этих стран. Так что если стареем мы, стареет и наш мозг. Естественно, у кого-то в меньшей степени, у кого-то в большей. Думаю, главный совет, который я бы мог дать правительству — поддерживайте здоровье своего населения. Ко всему этому создавайте учреждения для людей, у которых мозг уже не работает хорошо. Нужны специализированные дома для престарелых. И что касается нейробиологов, то мы делаем все возможное для борьбы с данной проблемой. Действительно ли сегодня современный человек использует не больше 10% мозга? Чего не хватает, чтобы полностью раскрыть его потенциал? Ложь. Это неправда. Мозг человека постоянно находится в рабочем состоянии. Он немного меняет свой функционал, когда в состоянии сна, комы, когда человек думает о чем-то конкретном, когда вы концентрируетесь на зрении, слухе и так далее. В таком случае меняется баланс активности разных компонентов мозга. Но мозг всегда работает. Я бы не сказал, что он всегда работает на все 100, но если вы прикладываете больше усилий, производительность мозга увеличивается. Для оценки метаболизма головного мозга в Казахстане недавно начали применять позитронно-эмиссионную томографию. Вы один из основоположников этого метода диагностики. Расскажите, в чем он заключается? Я был одним из первых в мире, кто использовал эту технику. Ее преимущество в том, что вы можете измерить размеры мозга в кубических сантиметрах. Измеряется мозг благодаря тому, что к нему добавляется какой-нибудь химикат или газ по принципу кислорода. И сканер очень быстро определяет их. Что касается недостатков, вы подвергаете мозг радиоактивности, хоть и в маленькой дозе. Это очень вредно для беременных женщин, и часто эту процедуру проводить нельзя по этическим соображениям. Из-за этого у нас нет информации о том, какие изменения произошли. Мы можем только сделать флюорографию. Данный метод был доказан как достаточно эффективный в следующих клинических диагнозах рак, особенно когда мы ищем распространение раковых клеток. Я забросил исследования и работы в данной технике спустя 10 лет, так как начал работать с магнитно-резонансной томографией, которая безопасна. Ее можно делать повторно каждые 10 минут в течение всего дня. Можно получить гораздо более точную информацию. Вместо кубических сантиметров используются кубические миллиметры. Для меня это является клиническим инструментом с огромным потенциалом, если у вас есть химики, способные найти молекулы для предоставления информации. Но в науке более важной считается магнитно-резонансная томография. Если в будущем человечество все же поймет, как использовать возможности мозга эффективнее, что тогда произойдет с людьми? Какие способности появятся у наших предков? Хомо сапиенс обитают на Земле уже 300 тысяч лет. После индустриальной революции мы внезапно стали способны создать вещи, которые облегчали нашу жизнь, делали ее лучше, продлевали ее. Вещи, которые открывали нашим потомкам больше возможностей продолжить развивать то, что, по нашему мнению, приносило пользу мозгу. Нам помогали машины, теперь же нам помогают компьютеры. Но это все еще мы, нет ничего эффективнее нас. Просто на определенной стадии, по воле случая, мы открывали те вещи, которые нас и привели сюда. Не забывайте, что 100 лет назад мы не знали, что такое вирус, а сейчас мы побороли глобальную пандемию. С новым видом лечения, за которое вручаются Нобелевские премии. Новый метод лечения был создан всего год назад. Наш мозг способен на многое, и это не вопрос эффективности. Это вопрос инноваций и воображения. В нашу жизнь постепенно входит искусственный интеллект. В будущем эта технология сможет конкурировать с человеческим мозгом? Очень много недопониманий, связанных с искусственным интеллектом. По большому счету, из-за слова «интеллект» в названии. Компьютеры и искусственный интеллект, которые являются продуктом компьютерной инженерии, это на самом деле математический способ делать что-то очень точно, систематично, безошибочно. Иногда на протяжении огромного количества времени. Уже 40-50 лет мы занимаемся этим и внезапно обнаруживаем математический способ, который уже был применен для телефонов, холодильников, летательных аппаратов и много чего другого. Это позволяет инженерам работать быстрее. Благодаря математике мы вошли в трехмерное и четырехмерное пространство, хотя раньше мы делали все очень медленно и, кажется, только-только ощупали трехмерный мир. По моему мнению, как и по мнению многих других ученых, искусственный интеллект — это чудо. Это еще одна вещь, которая войдет в список тех, что облегчает нашу жизнь. У меня уже есть один прибор, использующий интеллект. Это слуховой аппарат, и благодаря его интеллекту я могу вас слышать. Ну, не поразительно ли это? Так что я не думаю, что нам стоит бояться искусственного интеллекта. Мистер Фраковяк, спасибо вам большое за эту беседу. Желаю вам новых открытий. А я напоминаю, что это была программа «Евразия дословно». И мой собеседник — нейробиолог, почетный профессор Института неврологии Лондонского университетского колледжа Ричард Фраковяк. Оставайтесь с нами. Вместе интересно.